В нашей стране рождается новый национальный проект и, судя по всему, самый главный, антиалкогольный. Им занялся президент Медведев лично. О сути алкогольной проблемы мы сегодня и поговорим, и для начала узнаем мнение москвичей. Вы мне скажите, пожалуйста, вот от чего народ у нас пьет? От безделья, наверное. Я считаю, что это из-за того, что народу не дают самореализоваться. У некоторых жизнь так складывается, знаете, у всех по-разному, мне кажется. А вы что скажете? Мне кажется, потому что тяжело живется, поэтому и люди употребляют. Мне кажется, сейчас, наоборот, начали меньше пить люди. Во-первых, наверное, дорого все-таки стало. Во-вторых, поумнели. В-третьих, очень многие сейчас модой держатся, здоровый образ жизни. Думаю, пьет конкретно. Да, что тут говорить, бесполезно. Пока люди сами не решат бросить, они не бросят. Проблема алкоголизма у нас есть в стране? Нет. А с нами на связи писатель Михаил Веллер и председатель Союза борьбы за народную трезвость, профессор Владимир Жданов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня в России проблема алкоголизма стала очень остро. Попросту говоря, нация спивается. И меня, как мать двоих детей, это не может не волновать, в каком обществе будут жить мои дети, когда вырастут. Владимир Георгиевич, скажите, в России всегда так пили? Или это проблема сегодняшнего дня? Это проблема последних трех десятилетий. Мы были самой трезвой нацией в Европе почти 400 лет. И только вот после того, как к власти пришел пьяница Хрущев, алкоголик Брежнев, подлил масловагон, известный всем Ельцин, и мы вот за эти последние 30-40 лет и стали спивающейся нацией. А на самом деле трезвость – это была русская традиция, вековая русская традиция трезвой жизни. Михаил Иосифович, Ваша точка зрения на эту тему? Во-первых, пили все и пили всегда. Одни умели пить лучше, а другие хуже. Во-вторых, если мы возьмем историю Руси от начала, от летописи временных лет, привыкли на Руси пить и так далее. Если мы возьмем европейских путешественников 16 века, которые в царстве Алексея Михайловича заезжали и отмечали насчет того, что пьют. Если мы почитаем великих классиков русской литературы, если мы почитаем Горького уже начала 20 века, где путь от магазина до шахты и до домов вот был отмечен бездыханными телами шахтеров после получки, то разговоры о том, что Русь есть страна трезвая, не более чем помесь вот такого благого желания с малой информированной. Знаете, я бы хотел возразить. Михаил Иосифович, естественно, человек пьющий, а я человек, естественно, трезвый. И вот взгляд трезвого человека на историю России и взгляд человека пьющего, который, собственно говоря, он пытается таким образом оправдать и свой порог, понимая, что это страшное дело алкоголизма. Владимир Георгиевич, хочу вас прервать. Скажите, что в вашем понимании пьющий человек? Тот, который вообще пьет? Ну как, наливает и пьет. Я-то человек трезвый. А вот те рамки, в которых пьет, играет роль или нет? Вы знаете, конечно, играет. Посмотрите, всегда за счет алкоголя пополнялась казна. Это нельзя исключать. Это было и при царе, это и сегодня. Владимир Георгиевич, вы же не будете это отрицать? Вы знаете, 11 лет в России был вообще сухой закон. С 14 по 25 год. И казна вообще никак не пополнялась в эти годы никакими деньгами. Надо сказать, что при Сталине, когда до 1953 года, мы пили в два раза меньше, чем до введения сухого закона. То есть сухой закон фактически существовал еще 50 лет. И поступления в казну были самые минимальные. За счет алкоголя казна набивалась именно вот в годы Брежнева, начиная и особенно вот в его конце, когда мы действительно достигли 11 литров на душу населения. Позвольте мне тебе это сказать? Да, конечно. Спасибо. Как вы помните, с 1914 по 1925 годы сухого закона произошло такое мировая война, две революции, война гражданская, раскулащивание, эмиграция, что лучше бы пили, было бы, простите, вреда в сто раз. Но, но, почему люди в Советском Союзе стали действительно в массовом порядке пить в 70-е годы? Заметьте, когда вырос материальный уровень жизни населения, когда жить стало получше и полегче. И когда люди, выполняя программу минимум, они сделали и купили то-то, 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 пили, потому что человеку всегда требуются новые действия и новые ощущения. Если он их не может получить в реальной жизни, он получает их с урагатом. Пить легче, чем быть здоровым, сильным и красивым. Пить очень часто легче, чем найти работу и работать хорошо и зарабатывать много. А пьянить себя гораздо легче, чем быть реально счастливым в этой вот жизни. Это момент первый. Момент второй. В нашей цивилизации, где господствует совершенно гедонистическая философия, если вообще можно назвать философией, где господствует слоган «Не дай себе засохнуть», у людей нету вот основного морального стимула, нет морального императива «Не пить», потому что если либеральная идеология объявляет разрешенным и законным все то, что ты сам делаешь и что никому конкретно не бредит, значит, если я спиваюсь, это мое личное дело. Нет, не личное, потому что из таких, как ты, состоит народ. Дело здесь не только в пропаганде трезвого образа жизни. Дело здесь в смене всей идеологической парадигмы. Дело здесь в смене всей ценностной шкалы, которая сейчас направлена исключительно на удовлетворение потребностей. Владимир Георгиевич, разве вы не можете согласиться сейчас с Михаилом Иосифовичем? Значит, с Михаилом Иосифовичем я не соглашусь никогда, когда он говорит, что человек вместо того, чтобы духовно расти, богатеть, работать, ему легче пить, это он говорит нашим детям и молодежи с экрана телевизора. Вы элементарно глупый человек, который не слышит того, что говорится. Проблема алкоголя страшна для экономики. С экономической точки зрения алкоголизма что значит? Он разрушает вообще все стороны нашей жизни. Он разрушает экономику, разрушает здоровье граждан, разрушает семьи. Вот по поводу экономики подробнее. Естественно, если люди пьяные, что они могут сделать? Они могут просто сотворить. Я знаю отчет промышленников Швеции, которые сказали, покупать в России только то, чего не коснулась рука пьяного русского рабочего. Мы же не можем, пьющие люди не могут показать нужное качество производства. Понятно. Михаил Иосифович, вот ваше точка зрения. Кстати, две трети мира живет трезво. Да. Запрет на алкоголь приведет к повальному самогону варенью, и это мы уже проходили. Государственная монополия на алкоголь приведет к резкому ухудшению качества, потому что конкуренции не будет никакой. Это мы при советской власти уже проходили. И сегодня, когда алкогольная зависимость, ужас в чем, заменяется у молодежи наркотической зависимостью, у миллионов людей героиновой зависимостью, то не приведи Божие. Потому что героинщик – это уже не человек. Я повторяю, менять надо всю шкалу ценностей. Отказываться надо от рыночной идеологии. Идеалы должны утверждаться нормального человека. Но говорить, что это, вот любая капля алкоголя убивает всех от суслика до слона, означает в людей вселять абсолютное недоверие к своим словам и сводить на нет возможные результаты работы. Спасибо большое за беседу. А итоги СМС-голосований мы подведем в конце нашей программы. Это «Деловая Москва». Итак, мы подводим итоги нашего СМС-голосования. Они таковы, что через зрители проголосовали за установление государственной монополии на алкоголь. И я предлагаю прокомментировать эти результаты наших гостей сегодня. Михаил Иосифович, Вам слово. У нас уже была государственная монополия на алкоголь. И она возвращается вместе с государственной монополией на свободу слова. Вместе с государственной монополией на свободу демонстрации. Вместе с государственной монополией на решение всех основных экономических вопросов. Государственной монополией на ЖСК, который государство крышует. И вместе со всем остальным. Хочется только пожелать, чтобы нам с вами было возможно и хоть сколько-то неплохо жить в государстве, которое монополизирует все сферы нашей деятельности. Спасибо. Владимир Георгиевич, вам слово. Я бы согласился со многим, с Михаилом Велером. Я только одно хочу сказать, что насчет алкоголя, этого опаснейшего наркотика, наш народ оказался довольно мудрый, и он понимает, что государство должно нести полную ответственность за последствия алкоголизации населения и за то, что происходит здесь. А что касается приплюсовать сюда митинги, печати и прочее, это, как говорится, вещи совершенно разные. Я бы их не стал сюда в одну кучу сваливать. Народ оказался умнее, чем думали в этой студии. Спасибо. Я благодарю вас. На этом у нас все. Всего вам доброго и до встречи.